Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. 1666% накрутки. Рязанским пенсионерам продали реле напряжения по цене мини-электростанции. День русского Пушкина. Кто помнит строки из произведений великого поэта? Долгий путь автомобильной покрышки. Во Всемирный день охраны окружающей среды нефтяники отправили в переработку десятки шин. О так называемом бесконтактном мошенничестве наша телекомпания рассказывала не раз. Мол, звонят злоумышленники, представляются сотрудниками банков, списывают деньги. Об этом полиция предупреждала неоднократно. Но что делать, когда тебя пытаются обхитрить на доверии и лично? С пенсионером Владимиром Келлиным некие весьма предприимчивые люди поступили именно так. В руках у Владимира Келлина 5 актов приема-передачи. Они же товарные чеки. Каждый на сумму почти 10 тысяч рублей. Супруга Владимира, Ида, на такую сумму купила цифровое реле контроля напряжения. 5 штук. Красная цена в интернет-магазинах 700 рублей. Доверчивым пенсионерам продали за 9 990. Торговцы представились инспекторами электрохозяйства. Они зашли, вставили какой-то прибор в розетку и сказали, что у вас неправильная, так сказать, электроэнергия. Может взорваться и холодильник, и телевизор, и так далее. Ида Келлина решила, что это бесплатно и дала добро на установку. Таким макаром эти инспекторы установили 5 реле в квартире, при том даже в розетку, которой никто не пользуется, за диваном. И выписали 5 товарных чеков на общую сумму почти в 50 тысяч рублей. Она 20 тысяч своих отдала. Пенсия была 16-го у нее. 20 тысяч моих. И на лекарства она оставляла остальные. Когда пенсионерка опомнилась, продавцов уже и след простыл. Как выяснила счета пенсионеров, в тот же день предприимчивые гости пробежались по соседним квартирам. Оформили еще пару-тройку товарных чеков. И пропали. Владимир и Ида подали заявление в полицию. На момент съемки сюжета правоохранители заявку зарегистрировали, начали проверку. Юристы говорят, что первый шаг супруги сделали верной. Параллельно, что нужно сделать покупателю, это обратиться к продавцу с претензией в соответствии с законом Российской Федерации 1992 года о защите прав потребителей. В данной претензии необходимо указать о своем намерении расторгнуть договор, так как он был заключен под влиянием обмана, заявить требование о возврате оплаченных денежных средств, неустойке и компенсации морального вреда. Претензию нужно направить по юридическому адресу, указанному в договоре. Если фирма откажет, то можно обращаться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей. Семья Келлиных применила другую методику. Послали заказное письмо в организацию. Любой ответ, говорят, уже документ для суда. Но все упирается в другой важный вопрос. Реально ли вернуть деньги? Вопрос о взыскании денежных средств, он решается в порядке исполнительного производства. Если у данной фирмы на расчетном счете деньги есть, то судебный пристав исполнитель взыщет деньги и переведет их покупателю. Если таких средств нет, то исполнительное производство будет окончено без реального исполнения. Как говорят юристы, обычно подобными продажами промышляют фирмы-однодневки. Открылись на месяц, продали, что нужно, закрылись. Сейчас вот такие цифровые реле продает фирма из Москвы. Расположено в этом здании. Проезд электродный 16. ООО «Энерготехбезопасность» зарегистрировано в конце 2018 года. Рейтинг организации указан как низкий. Вкладка риски помечена красным восклицательным знаком. Однако представители «Энерготехбезопасности» говорят, что деньги вернуть готовы. И якобы даже возвращают. В товарном чеке указан адрес для корреспонденции. Абонентский ящик номер 43, индекс 10904. Пожалуйста, письмо с претензией. В течение 14 рабочих дней с момента продажи отправляйте. Юридический отдел рассмотрит ваши пенсии, но и сделает уже возврат. Сотрудница добавила, что вернуть деньги, дескать, вполне реально. Якобы в 90% случаев эту статистику проверить мы не можем. А то, что можем, модели самих цифровых реле. И что продали их пенсионерам с полутора тысячной процентной накруткой. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, у МВД России по Рязанской области рекомендуют не впускать неизвестных в свое жилище. Тщательно проверять документы сотрудников жилинспекции и иных коммунальных служб. Уже на момент написания материала с нами вновь связался Владимир Кейлин. Сообщил, что полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Причина, говорит пенсионер, фирма находится не в Рязани. И правда, придется теперь добиваться только через суд. Мы будем следить за развитием ситуации. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Сегодня в культурной среде сразу двойной праздник. День русского языка и дата рождения великого поэта Отечества. 6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. Прошло больше двух столетий, а его творчество все так же актуально и гениально. Мало кто знает, но в Рязани есть памятник великому русскому поэту. А наши люди могут цитировать классика наизусть. Парковая скульптура, изображающая великого русского поэта, появилась в сквере у Дворца детского творчества на улице Есенина, дом 46, вероятно, в одно время с открытием самого дворца, то есть в 1957 году. Имеются сведения, что памятник был изготовлен в Ленинграде в художественной мастерской парковых скульптур. В начале 2000-х скульптуры отреставрировали. И 6 июня 2004 года состоялось торжественное открытие памятника. Сегодня, в день рождения поэта, в сквере у памятника немало людей. Можете продолжить? У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Днем и ночи кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, что-то там песню заводит, на левую сказку говорит, а дальше уже склероз. Как вообще вы относитесь к Пушкину и как думаете, почему его до сих пор мы так ценим? Если бы я к нему плохо относился, я бы не пришел сегодня, именно сегодняшний день памятника Пушкина. В буром глою небо кроет, вихри снежные крутя. Как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. В буром глою небо кроет. Вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. По днем и ночи кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песни заводит, идет налево, сказки говорит. Молодец. А есть ли у вас любимое что-то из Пушкина? Может быть сказка какая-то? С Русланой Людмилой. Вот, например, отрывок из Евгения Онегина. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за ним мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не смог. Зима. Крестьянин торжествуя на дровнях. Она залезет на путь. Его лошадка, следующее, интересно, как... С него только душа идет в сознании. В 2010 году, 6 июня, выбрали для нового праздника Дня русского языка. Не случайно, ведь Пушкин считается создателем современного литературного русского языка. Перечислять произведения Александра Сергеевича нет смысла. Они знакомы любому человеку, живущему в России или говорящему по-русски. Ко Всемирному дню охраны окружающей среды сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании провели экологическую акцию по сбору старых автомобильных шин. После их передали на утилизацию. Как прошла сама акция и какая судьба у бывших колес, расскажем далее. Эта автомобильная шина проехала непростые километры жизненного пути. Начала наверняка с отечественного авто «Лады» или «Жигулей», как летний комплект. После стала цветочной клумбой во дворе. Не зря же окрашена разными цветами. А потом оказалась на окраине города, в Южном промузле, где ее и подобрали сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Сегодня у них акция по сбору выброшенных автомобильных шин. Покрышки были разбросаны, мы решили собрать все эти покрышки и затем передать вместе со своими отработанными шинами на переработку специализированным организациям. Покрышки были собраны, они сзади меня находятся. И стоит машина, на которой покрышки, которые были собраны, точнее сказать, накоплены на территории АОРНПК. Оставь эту покрышку в траве, и она будет разлагаться целый век. Буквально. К тому же это отходы четвертого класса опасности. Поэтому важно их после использования именно что сдавать на переработку. Правда, так считают далеко не все. С одного только Южного промузла вывезли 20 кубометров опасных отходов. Целый КАМАЗ отходов, собранных всего с 4 километров. Из покрышек путем переработки, там есть несколько видов, можно получить такие компоненты, которые в дальнейшем будут использованы для кровли, для дорожного покрытия. Из этих покрышек делают легкоатлетические дорожки, детские площадки в качестве покрытия и так далее. Такую акцию нефтяники устраивают не впервые. Она ежегодна. Рязанская нефтеперерабатывающая компания занимается раздельным сбором мусора. Картон, бумага, битое стекло, бетон и железобетон. Остатки оргтехники – все это передается на дальнейшую утилизацию. Такой подход снижает нагрузку на мусорные полигоны и уменьшает накопление отходов. А главное – приводит к уменьшению потребления природных ресурсов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Двумя драматическими происшествиями закончилась прошлая рабочая неделя. Причем не иначе как трагической случайностью их назвать нельзя. Просто так иногда бывает. Микрорайон Конищево за моей спиной пруд – родная заводь. Здесь часто собираются разного рода компании, при том как взрослые, так и дети. И именно здесь в пятницу 3 июня развернулась настоящая трагедия. Днем столбик термометра поднялся до отметки плюс 24. И в разгар жаркого дня подростки, видимо, решили остудить пыл в пруду. С ними был и 15-летний юноша. Во время купания ребята заплыли далеко от берега. Один из несовершеннолетних начал тонуть. Друзья пытались оказать ему помощь, однако спасти сверстника не смогли. Тело мальчика из воды достали уже водолазы. На место выехал следователь московского МСО. Проводится доследственная проверка. Судя по берегу пруда, компании здесь собираются часто. От взрослых, например, здесь остаются бутылки и углекострища. Дети тоже сюда ходят. Рядом 69-я школа, футбольное поле и детская площадка. Случай этот, правда, в этом сезоне на воде едва ли не первый. Впрочем, этот день принес горе в дом и на суше. Трагедия разыгралась у детского сада номер 81. По предварительным данным, 3 июня 2022 года женщина шла по тротуару вдоль забора одного из детских дошкольных учреждений областного центра. От резкого поры ветра один из сучьев дерева сломался и упал на потерпевшую. От полочной травмы женщина скончалась до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. После гибели женщины следователи начали проверку. И уже заявляют, что упавшее дерево не было аварийным. После ЧП мэр города Елена Сорокина поручила в срочном порядке проверить состояние территорий всех учреждений образования города. Деревья падали в этот день еще и в Канищево, на Горького. В Сасовой Рязани ветки попадали на припаркованные автомобили. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В субботу, 4 июня в Рязанском цирке с большим успехом состоялась премьера шоу Гии и Радзе «Песчаная сказка». Яркая тематическая постановка захватила зрителей с первых минут. На премьере побывала и наша съемочная группа. «Песчаная сказка» – таинственный, чарующий, притягательный спектакль с единым сюжетом, увлекающий загадочный мир циркового искусства. Вместе с главными героями зрители окажутся в самом сердце пленительного Востока, где живут жуки-скоробей, воины-скорпионы и восточные красавицы. Новое шоу королевского цирка с участием титулованных артистов «Росгосцирка». Уникальный тематический цирковой спектакль, где номера объединяет единый яркий сюжет. Энергичные акробаты на джамперах, ловкие жокеи на лошадях, буфонадные жонглеры на моноциклах, виртуозные эквилибристы, а также воздушные гимнасты на ремнях. Рязанская публика радостно встретила долгожданные выступления артистов. Когда зритель очень отзывчивый и с самоотдачей большой, тебе очень легко. И мне было сегодня очень волнительно, но очень легко при этом. Изюминка грандиозного шоу «Гия и Радзе» – единственный во всем мире аттракцион с тремя гиппопотамами. Полутора тонны африканские бегемоты исполняют зрелищные трюки под руководством народного артиста России Тофика Ахундова и его жены Людмилы. Я и такого не ожидала. Лучше, чем в Сочи было. Мы уже второй раз. Вообще не представляю, как такие животные бывают на земле. Очень красивые костюмы. Последний номер просто шедевральный. Ну и как бы все животные ухоженные, все-все очень красиво. Мне пока понравилось. Я люблю. Хорошие животные, ухоженные очень. Еще лошади. И артисты высокого уровня. На манеже величественно проплывают корабли пустыни. Верблюды, обезьяны ловко исполняют трюковые номера. А под куполом, будто на крыльях, парят воздушные гимнасты. Все представление – это настоящий спектакль из нескольких десятков номеров. Каждый продуман до мелочей. Поэтому после выступлений зрители еще долго не отпускают артистов. Аплодируют стоя по несколько минут. Современное прочтение волшебной лампы Аладдина нашим, одним из лучших режиссеров современности. Не побоюсь этого слова моим другом Гии Эрадзе. Это, я еще раз повторюсь, одна из лучших программ «Росвезд цирка». Самым юным зрителям, конечно, запомнился номер под руководством Екатерины Запашной с белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми доломатинцами и пушистыми шпицами. А для публики – премьера номера высшей школы верховой езды заслуженного артиста России Юрия Володченкова «Цыганская страсть». Рязанцам посчастливилось первыми увидеть уникальный номер, к которому артисты готовились больше двух лет. Люди увидели сегодня бегемотов, обезьян, которые прыгают с подкидной доски на бегемотов. Это, кстати, народный артист России Тофик Гусейнович Ахундов. Практически все призовые места на всех международных фестивалях с этим номером, именно с этим трюком и с этим аттракционом брал. Друзья, с 4 июня по 17 июля мы вас ждем в Рязанском цирке. Ура! Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!